Интересно, мой соул много зарабатывает? Один миллион в месяц? Я, конечно, всё понимаю, но кем он работает, чтобы столько получать? Пусть все видят, какой у меня соулмейт богач. Никто не должен знать, сколько зарабатывает твой соул. Это только твоё дело. Скрой и никому не говори. Да, наверное, ты права. Мой соулмейт зарабатывает 100 тысяч. А мой 50 тысяч. Вы идиоты, хватит хвастаться зарплатами своих соулов. Зачем ты скрыла доход своего соула? Сколько он зарабатывает? Да он бедняк, наверное. Вот она и скрыла. 100 рублей. Фу, какой кошмар. С этого момента мы больше не друзья. Но, ребят, у меня день рождения сегодня, вы приглашены. Мы не придём. Ты что, не поняла? Мы больше не друзья. Ты чем-то расстроена? Ты кто такой? Я искал тебя. Покажи доход своего соулмейта. Нет. Зачем? Лучше покажи. Ведь, возможно, он сейчас стоит прямо перед тобой. А? Что? Ну же? Ник, а твой соул что, миллион зарабатывает? Почему ты не сказала? Миллион? Что ж, я зарабатываю 5 миллионов. Значит, я ошибся. Ничего страшного. Ник, прости за то, что я тебе наговорила. И меня прости, а? Мда. Я вас прощаю. Но вы мне больше не друзья. В качестве извинения я могу тебе сказать, что у нас в классе новенький, и его зарплата 1 миллион в месяц. Мы думаем, что это он твой соулмейт, Ник. Привет, ты новенький? Да. Ты что-то хотела? Скажи, какая зарплата у твоего соулмейта? У неё нет зарплаты. Наверное, она ленивая, как тюлень, и не хочет работать. Я в свои годы уже миллион зарабатываю. Ленивая, как тюлень? Ну, спасибо. Может быть, у неё есть свои причины? Хочешь, спроси. Вон она стоит. Я тебе ещё раз повторяю. Отвали от Келвина. Он мой соулмейт. А что, если он окажется моим соулмейтом? Успокойтесь. Сейчас я узнаю, кто из вас двоих мой соулмейт. Я переведу часть своей зарплаты нуждающимся. Посмотрим, у кого изменится зарплата соулмейта. А? Зарплата моего соулмейта только что? Сейчас попрошу начальника пожертвовать часть моей зарплаты нуждающимся. Мой соулмейт тот, у кого изменится баланс. Кажется, у меня только что стало 600 тысяч. А у тебя, Миранда, 150 тысяч. Кажется, я догадываюсь, кто мой соулмейт. Но сначала я бы хотела узнать каждую из вас поближе. Сегодня я иду на вечеринку. Вы со мной? Конечно, Келвин, милый. Вот увидишь, это я твой соулмейт. В любом случае, я должна пойти на эту вечеринку. Вдруг Келвин и есть мой соулмейт. Мам, я пошла на вечеринку. Какую еще вечеринку? Кому ты собралась? Почему? Цифра изменилась. Чего изменилась? Ничего, пока. Это так странно. Он не предупреждал, что баланс будет еще меняться. Ты думаешь, что сможешь заполучить Келвина? В отличие от тебя, я его по-настоящему люблю. Мне некогда с тобой болтать. Я хочу убедиться. Еще раз скажите, какая зарплата сейчас у вашего соулмейта. Все так же 150 тысяч. А у тебя, Ника? 500. Что ж, не я убедился, что мой соулмейт это... То ж, не я убедился, что мой соулмейт это... Миранда. Я так и знала. Ты действительно думала, что сможешь забрать у меня этого красавчика? Выкуси. Эй, прости, Ник. Брось, тебе не за что извиняться. Пора сваливать отсюда. Жаль, что все так вышло. Стой, не уходи. Он попросил начальника понизить ему зарплату еще раз за час до вечеринки, чтобы проверить, кто его соулмейт. И понизилась зарплата у тебя, значит, его соулмейт. Ты... Что? Не может быть. У меня зарплата изменилась, в то время как у Миранды осталась прежней. Если верить тому парню, то все сходится. Келвин изменил зарплату и спросил нас еще раз, чтобы убедиться. Тогда почему он выбрал Миранду? Я должна выяснить это. Келвин, можно вопрос? Что ты хочешь спросить? Ммм, это же я твой настоящий соулмейт. Ну, да, это ты. Тогда почему ты выбрал Миранду? Понимаешь, я должен быть с ней. Что? Почему? Видишь ли, Ника, Миранда... Если твой соулмейт я, почему ты выбрал ее? Потому что я должен быть с ней. А? Что? Почему? Потому что Миранда беременна. Она? От тебя? Прости меня, Ник. Я разочарована в тебе. Я была о нем другого мнения. Телефон? Алло? Нет, я никуда не пойду. И какого хрена я тут делаю? Обернись там, Миранда, с парнем. Нам надо расстаться, я люблю другого. Но ты беременна от меня. Это не важно. Келвин думает, что ребенок его, тем более из-за таблетки, которую я кинула ему в напиток. Он даже не помнит, что между нами ничего не было. Ты не поступишь так со мной. И еще как, ты не достоин быть отцом моего ребенка. Так она беременна, не от Келвина. Келвин, ты должен кое-что знать. Ты чего? Что случилось? Миранда беременна не от тебя. Что? Не верь ей, у тебя есть хоть какие-то доказательства этого. Ты просто завидуешь мне тому, что мне достался такой богатенький парень. Но я слышала это своими ушами. Она говорила со своим парнем. Ты всего лишь наглая вружка. У тебя нет никаких доказательств. Зато у меня есть доказательства. Она обманывает тебя. У тебя нет доказательств, а значит ты лжешь. Зато у меня есть доказательства. Алекс, ты? Да, да как ты смеешь припереться сюда и врать? Несколько часов ранее. Привет, я Солмейт Келвина. У тебя есть доказательства того, что ребенок Миранды от тебя, а не от Келвина? Конечно. Но есть проблема. Отец Келвина известный мафиози. Именно поэтому Келвин столько зарабатывает. Он велел мне заткнуться и не лезть в пару Миранды и Келвина. Ему для чего-то это выгодно. Серьезно? А я думала он честно заработал. Тебе угрожал его отец? Да, он сказал, если я буду лезть, он убьет меня. Поняла. Прости, тогда я не буду тебя ввязывать во все это. Алекс, что ты тут делаешь? Какие у тебя доказательства? Миранда носит моего ребенка, и я могу это доказать. А ну заткнись, идиот! Знаешь, что тебе за это будет? Что? Так ты, Миранда, меня обманула? Получается, что... Я бы всегда о них мечтала. Зеленые? Мам, мои глаза стали зелеными. Зеленые? Разве у нашего принца не зеленые глаза? Значит, ты его родственная душа. Доченька, наконец-то мы разбогатеем. Значит, мне надо найти принца? Конечно, скорее иди на поиски моего любимого зятя. У меня голубые. Мой солдат, учка Майк. Во, не повезло. А у меня какой-то кореглазый красавчик. Ника, зачем ты надела зеленые линзы? Это настоящие глаза. Если бы это было так, то тебе суждено было бы стать невестой принца. Но вот незадача. У принца уже есть невеста, и у нее тоже зеленые глаза. Так что ты вружка. Не может быть. Я должна найти его. А вот и замок. Мисс, вы что, заблудились? Вам чего? Я хочу найти принца. А я хочу катиться на коне в поле, а не вот это вот все. Давай, иди отсюда. Успокойтесь, минуточку. Зачем ты надела линзы? Это мои настоящие глаза. Такие глаза могут быть лишь у одной женщины, и эта женщина я. Ты врешь. Что здесь происходит? Принц, эта девчонка хочет всех обмануть. Напялила линзы и пытается прикинуться твоим соумейтом. Но она врет. Мои глаза настоящие. Кто-то из вас двоих явно врет мне, и она ответит за это, поверьте. Принц, мой цвет глаз настоящий. Я должен это проверить. И как ты это сделаешь? Я отведу вас к оккулисту, он все проверит. Окей. Зачем все это? Я же люблю тебя. Ты не веришь мне? У нас же завтра свадьба. А чего ты боишься, если твои глаза настоящие, тебе нечего бояться? Конечно, настоящие. И вовсе я не боюсь. Мне вообще все равно. Вы двое прекратите. Я все сказала. Нам пора в больницу. Подождите. Мне нужно в туалет. Конечно. Хорошо. Да уж. Вы пришли удостовериться в цвете своих глаз? Да, но есть еще одна девушка. И где же она? Она снова в туалете. Что ж, тогда вы пойдете первой. Проверка цвета закончена. Можешь открывать глаза. Спасибо, доктор. Принц. Ты закончила? Кстати, где Хлоя? Она пошла в уборную. Эм, хорошо. Принц, результаты для первой девушки готовы. Ее глаза действительно зеленые. Оу. А вот и я. И я готова пройти проверку. Принц, результаты проверки второй девушки готовы. Ее глаза действительно зеленого цвета, как и у Вероники. Что? Но почему? Ведь такие глаза могут быть лишь у одной девушки, и она будет являться Солмейтом Принца. Я не отвечаю за это. Я лишь провожу исследования. Я же сказала, что мои глаза настоящие. Так с кем же мне остаться? Вы тут решайте, а я пойду. Куда ты? В туалет. Там, наверное, много интересного. Да, Хлоя? Хорошо, мы тебя подождем. Что это? Последний, кто заходил сюда, была Хлоя. Нужно показать это доктору. Доктор, вы уверены, что глаза Хлои действительно зеленые? Я нашла это в вашем туалете. Извини, я вынужден был сказать, что ее глаза настоящие, потому что она принцесса Среднего Королевства, и моя мать работает врачом у них в замке. Если бы я сказал правду, ее бы уволили. Доктор, вы должны сказать правду. Я обещаю, что вашу маму никто не уволит. Принц, зачем ты придащил меня сюда? По-моему, доктор тебе вчера все сказал. Доктор не договорил. Кажется, он хотел добавить еще кое-что. Принц, у меня для вас важная информация. Я хочу сообщить вам, что... Принц, результаты показали, что вчера одна из девушек обманула вас. Я так и знала, что эта деревенщина обманывает принца, чтобы получить его богатство. Да, доктор? Результаты исследования показали, что цвет глаз Хлои не настоящий. Ес. Что? Зачем ты обманула меня? Это неправда, доктор, вы лжете, вам конец. Для начала, Хлоя, ты сейчас же покинешь замок. Извини, Ника, не могу поверить, что твои глаза действительно настоящие. Все нормально, мне тоже пора. Нет, оставайся. Теперь твое место в замке. Ты все равно не сможешь заполучить принца. Я уже помолвлена с ним. Если он оставит меня, то будет изгнан с трона. Думаешь, для принца это будет иметь значение? Да, я так не думаю. Принц очень благородный человек. Что ж, позже посмотрим. Ник, если я расстанусь с Хлоей, то буду изгнан с трона. Ты боишься? Нет, я... Я помогу тебе. Принц и Хлоя расстались, теперь трон больше не принадлежит принцу. Сделайте его снова принцем. Ты что, плохо слышишь? Его трон отменен. Что ты делаешь, деревенщина? Ты что-нибудь слышала о Верховном Королевстве? Это главное королевство в нашей стране. И что? Да, а кто-нибудь из вас знает имя принцессы этого королевства? Ну какая-то там Вера... Что? Не может быть! Что за идиотский выбор? Я не готова откинуться. Уж лучше быть с монстром. Чего? Они точно не деваются. Ладно, пусть хоть готовить будет, потому что я этого делать не умею. Низкий или высокий? Ну нет, не хватало еще, чтобы мне какой-нибудь гоблин достался. Пусть уж лучше будет высоким. Метро-тек два, не больше. Черные или голубые глаза? Выберу голубые и буду надеяться, что в итоге мой монстр получится милашкой. Доча, что ты опять на панас оказывала из своих интернетов? Мам, ночь на дворе, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот, посылка лежит и там что-то шевелится. Я запретила тебе покупать ручную макаку. Если я это сейчас открою и там она, то я тебя прибью. Мам, не смешно, я сплю. Мам, ну чего ты орешь? Думаешь, я поведусь на это? Мама? Мам, что у тебя там происходит? Мам? Ты кто такой? Привет, любимая. Любимая? Нет, нет. Но ты не монстр. Моим мужем должен быть монстр. А ты слишком красив для него. Позже ты узнаешь, кто я на самом деле. Что значит позже? Я хочу знать сейчас. И что ты сделала с моей мамой? Почему она в обморок грохнулась? Ничего, пойдем погуляем. Нет, я иду спать. Я пойду с тобой. Нет. Я же твой муж. Я ничего не понимаю. Мой муж должен быть монстром. А это какой-то красавчик с обложки журнала. О да, я знаю, что я красавчик. Стоп, как ты тут оказался? Ты сама меня выбрала. Я пришел, а ты не рада. Даже поспать с собой не пускаешь. Мама, ты пришла в себя. О боже, ты притащила этого монстра к нам домой. Убери его немедленно. Мам, успокойся, здесь нет монстров. Так вон он стоит, страшилище проклятый. Мам, да он самый красивый парень, которого я когда-либо видела. Ты что, прикалываешься? Перед тобой стоит уродливый пятиметровый монстр. Ты что, этого не видишь? Зачем тебе мамины носки? Они прикольные, а мне она покупает какие-то отстойные. Сделай вид, что ты ничего не видела, ладно? Ладно. Девочки, я потеряла свои новые носки, вы не видели их? Нет, мам, мы не знаем, где они, правда, Ника? Вероника? Сара взяла их, потому что считает, что ты покупаешь ей отстойные носки. Ах, отстойные, значит. Предательница! Урок окончен, можете быть свободны. Вроде бы я ничего не забыла, поправьте меня, если это не так. Вы забыли дать домашнее задание. Да, точно, спасибо, Вероника. Но она и дура. Ребят, давайте ей бойкот объявим. Какая она купая? Эй, не зацени, какой смешной тикток. Это не смешно. Могла бы хотя бы улыбнуться для приличия. Ты же знаешь, что я не могу врать. Эй, девчонка, подойди-ка сюда. Как я выгляжу? Как какой-то самостоятельный полей. Как же мне повезло, ты одна из немногих, у кого нет луны. Да. Я помогу тебе, выпей это. Ладно. Что вы сделали? Не благодари. Теперь ты больше никогда не сможешь говорить правду. Что? Хоть бы я из будущего догадалась прислать мне числа из выигрышного билета в лотерею. Помолимся. На весенних каникулах у мамы родится твой брат. Мама беременна? Иу, я хотела всегда оставаться единственным ребенком в семье. Твой парень сменит стиль. Эй, я из будущего сказала, что ты сменишь стиль. Слушай, дай мне знать, если она еще что-нибудь скажет. Ладно. Мистер Долготубц обманывает студентов? Мой препод, серьезно? Я не удивлена, только не пойму одного. Почему я из будущего не помогает мне разбогатеть? Она просто сплетничает со мной. Тебя поджидает опасность. Что? Почему ты не могла сказать, какая именно? И что мне с этой информацией делать теперь? А где Макс? Так он ушел после первого урока. Странно, почему он мне ничего не сказал? Чтобы избежать опасности, прочти выделенные слова из сообщений. Хорошо, что я записывала все сообщения. Что? Нет. Ника, сколько лжи ты получила? Десять. Это прекрасно, милая. Слава богу, ты не будешь такой же игрушкой, как твоя сестра, которая получила более ста тысяч. Ты что делаешь? Ой, у вас двоих только что сломал телевизор. Это Вероника. Нет, мамочка, это не я. Но она врет. Это ты врешь, Сара. У Вероники не осталось ни капельки лжи. Так что она не могла собрать. Ты наказана. Ай, ты, я видел, как ты украла эту помаду. Что? Я ничего не крала. Это моя помада. Ты врешь, я вижу это. У меня не осталось ни капельки лжи. Я не могу этого сделать. Что здесь происходит? У моей дочери нет лжи. Отстаньте от нее. Прошу прощения. Видимо, мне показалось. Идиот. А Нисимова почему-то не сделала домашнюю работу? Мой траверный дядюшка погиб прошлой ночью. Я была слишком податливна, чтобы делать ее. О, какое горе. Сочувствую тебе. Ничего страшного потомства. Эй, сестренка, ты врешь всем и всегда. Я знаю правду. Заткнись, ничего ты не знаешь. Я обещаю, что докажу это. Все узнают правду. А там вам что-то известно об испознавении вашей сестры старой. Я даже представить не могу, куда она могла деться. Мне так жаль. У нас нет оснований доверять вам. Но я говорю правду. У меня нет лжи. Успокойтесь, вам придется пройти проверку на детекторе лжи. Кто это? Мою маму могут повысить на работе? Плата. Сестра сломает шею. Нет, это слишком жесткая плата. Думаю, мама и сама справится. Смотри, какая офигенная тачка. Это моя. Из-за этого моя мама попала в аварию. Но я ее так сильно хотела. Ты пожертвовала мамой ради какой-то железки? Не какой-то. Это ламба. Не видишь, что ли? Надеюсь, все готовы к контрольному тесту? Нет, только не это. Пятерка за тест ценой фингала под глазом? Да пофиг на глаз. Если я получу два, мама мне и так фингал поставит. Ваши результаты. Ника, что у тебя с глазом? Да какая разница? Лучше посмотри, что у меня за тест. Как ты это сделала? Ты же ту... Да, я хотела сказать поздравляю. Блин, кажется, я потеряла кошелек. Десять тысяч взамен на то, что мама заболеет. Ладно, пешком так пешком. Алло, Сара, я до мамы не могу дозвониться. Она рядом? Боже, Ника, скорее иди домой, тут кое-что произошло. Что случилось? Мама, она... О, нет. Николай, Николай. Стоп уже. Но я не готова. Ладно, была не была. Энн. Стоп, что мне только одна буква. Ну что, в передаче поле чудес? Ну что, дочь узнала имя своего Солмейта? Мам, зачем тебе чемодан? Ну я собрала твои вещи и Солмейт, это идянный человек для тебя. Совет вам дам. Мама, во-первых, я узнала только одну букву. А во-вторых, ты... Так, кого я знаю на Н? Эй, Ник, как зовут твоего Солла? Кто-то на Н. А если это этот, как его? Никоглай. Нет. Ты что, с ума сошла? Добавились буквы. Нек. Я же говорила, говорила. Что за бред? Так, пожалуйста, добавьте еще одну, чтобы я была уверена, что это точно не он. Да блин. Девочки, что делаете? Смотрим стрим Никоглая. Да ладно. Профессор, скажите, я могу как-то удалить или изменить своего Солмейта? Нет, конечно, только если не нажмешь на червяка сверху. На него нажать можно? Я думала, это просто картинка. Не вздумай этого делать, это запрещено. Получилось, у меня изменилось имя, в нем всего три буквы. На. Вы не представляете, что сейчас натворили. Девушка, проходим, очередь не задерживаем. Знаете, мне не очень интересно, общалась я там с этим Солскейтом или нет? Да, вы общались со своим Солмейтом. Что? Это странно, Лиза, мне сказали, что я уже общалась со своим Солмейтом. Хотя сигнал о том, что я нашла Солмейта, не срабатывал. Ну, может, и с ним по интернету общалась, или там по телефону. Но я думала, это не считается. Привет. Привет. Ну что, ты узнала, общалась ли с Солмейтом? Мне сказали, что да. Мне тоже, но я не понимаю, как это работает, ведь сигнал не срабатывал. А что, если это я? Майк, я готова поспорить на тысячу баксов, что это точно не ты. Может быть, это был Макс, самый классный парень в школе, и моя система просто заглючила? Эй, Ник. Ника. Ника, блин, ты опять на Макса залипла. Я? Нет. Понятно, ты нашего новенького видела? Какого еще новенького? Ника, пожелай мне удачи. Удачи. А что случилось? Класс. Внимание. Всем привет. Меня зовут Майк, и теперь я буду учиться с вами. Что? Жимой, повсюду эти дурацкие валентинки. Ненавижу День Святого Валентина. Он напоминает мне о том, что я одинока. Видела, у Линсы на лице уже семь сердечек. Она кражила семерых. Что? У меня даже ни одного жалкого сердечка нет. Это несправедливо. Даже у тебя твое сердце. Не волнуйся, Ника, кто-нибудь обязательно влюбится в тебя. Эй, ты не могла бы помочь мне? Я вообще не понимаю, как это сделать. Да это легко. Просто вычитаешь бобы и получаешь лимон. Спасибо, милашка. Да не за что. Ника, ты видела, в тебя кто-то влюблен. Майк, что ли? Он влюбляется в каждую девочку, которая заговорит с ним. Поэтому он не в счет. Ну да, ты права. Можно я сниму тебя в свой тикток? Давай, только быстро, мне на уроке пора. Еще одно сердце. Откуда? Еще три. Прошло только пять секунд. Что? Ника, я опубликовала тикток с тобой, и все просто без ума от тебя. Эй, смотрите, это та самая девочка из тиктока. Да. Ну вот, я же говорила. Они продолжают расти. Немедленно удали видео. Твое новогоднее желание сбудется? Доча, ты уже видела новость? Желание сбудется. Какое из? У меня их много было. Откуда же я знаю одно из тех, что ты загадала? Привет, Ника. Ты уже в курсе, что желания сбываются? Да, только я не помню, что загадывала. Ну ты дурында. Я вот каждый год загадывала одно и то же. Стать женой Бреда Пита, теперь он точно мой. Офигеть, а что, так можно было? Так что же я загадывала? Компьютер, ручную мартышку, чтобы Линси превратилась в козла. Чтобы мы с Майком родили 10 детей? Так, стоп, мне становится страшно. А если? Ну нет. Эй, не кулеточка. Фу, Стив, у тебя слюна висит. Я каждый год загадывала лишь тебя. Не дождешься, я уверена, на тебе система сломается. Вот и увидим. Желание сбудется через... Боже, что уже? Три, два, один. Так, вроде ничего не изменилось. Так и знала, что это просто тупые слухи. О нет, Ника! Майк, ты чего? Что ты там прячешь? Пап, я в школу. Не так быстро, юная леди. Чего опять? Олени я с тобой брать не буду. Из-за того, что вчера Рудер погнался за собакой, я опоздала в школу. Нет, Клаус-младшая, сейчас ты узнаешь твоего Солмейта, хо-хо. О нет. Ну так что, кто там? Ааа, это Сунзовный Хей. Хо-хо, думаешь обмануть меня? Я же Санта, не забывай об этом. Это Гринч. Ну что ж, не так все плохо. Говорят, он изменился. Пап, он огромный, зеленый и мерзкий. То, что он твой Солмейт, не обязывает тебя с ним встречаться. Вы можете быть друзьями. Ступай, проведай его. Кто там? Твой Солмейт, к сожалению. Сейчас открою. Только без рук я тебя боюсь. Привет, милая. Ты девушка? Твой Секретный Санта уже прислал тебе подарок? Еще нет, а тебе? Да, мой прислал мне кучу украшений и билеты на Гавайи. Оу, должно быть твой Секретный Санта, какой-то богатенький дядень. О, да. Ура, подарок от Секретного Санты. Посмотрим-ка, что там. Веревка и скотч. Что это значит? Походу, он хочет связать тебя и делать всякие... Стоп. Может, он просто любит искусство и хочет смастерить что-нибудь вместе? Ага, конечно. Мой второй подарок. Выглядит круто. Посмотрим, что здесь. Ну вот, футболка. Только она в чем-то красном. Окей, ты еще в стране. Ник, я думаю, твой Тайный Санта убийца. Нет. Я думаю, просто... Просто нам нужно подождать следующего подарка, и все станет ясно. Следующий подарок. О, нет. Ник, это же молоток. Так, все, я звоню в полицию. Стой. Ура, сейчас я получу свой подарок. А почему тут пусто? Мам, я сейчас нажала на подарок, а там пусто. О, милая, похоже, в этом году ты осталась без подарка. Но разве такое возможно? К сожалению, да. Видели, Нику, она одна без подарка осталась. Значит, заслужила. Я в этом не виновата. О, смотрите-ка, неудачница заговорила. Дети, рассказывайте, кто какие подарки получил. У меня конфеты. А у меня классный мишка. У меня лучший плюшевый единорог. Ника, а ты чего молчишь? Вы что, не знаете, она же неудачница без подарка. Ник, что с тобой? Надо мной все издеваются из-за того, что я осталась без ничего. Я знаю, как утереть им нос. И как же. Смотри, SkySmart сделали классные игры. Проходя их, ты получаешь очки и конфеты. И что с этого? Да то, что среди игроков будут разыгрываться призы. Айрподс, колонка, Нинтендо, Свитч. Также там много лайфхаков о том, как начать карьеру в ТикТоке, набрать много подписчиков. Круто, тут даже кольцевую лампу можно получить. Да. Ого, Ник, это же Айрподс. Откуда у тебя эти наушники? Подарок. Скажи, где ты их взяла? Я тоже хочу. У тебя уже есть подарок. Добавляйте. Продолжение следует...